Перед организаторами стояла непростая задача не только собрать средства на благотворительные цели, но и придать мероприятию статус настоящего светского вечера. Звуки вальса и полонеза, девушки в шикарных бальных нарядах, галантные кавалеры и таинственные маски. Все это позволило создать уже в фойе театра непередаваемую атмосферу сказочности. Идея этого мероприятия появилась не случайно. Мы очень много говорим о благотворительности, о том, как нужно быть милосердными. Идея добра, она идет вместе с новым губернатором и вообще с этим человеком по жизни. И поэтому он принял решение, что благотворительность не должна выражаться в привлечении просто средств от людей. Представители самых разных сфер общественной жизни с воодушевлением восприняли интересное начинание. К слову, билеты на благотворительный вечер были раскуплены буквально за несколько дней. Замечательный творческий коллектив и не только именно в театре, но и во всем городе эту идею поддержали. И я думаю, что эта идея, она замечательна даже в своем начале даже. Такие вечера проходят во многих регионах страны. Однако для Брянска губернаторский благотворительный балл 2014 своеобразный дебют. Хотя все, без исключения гости, уверены, у проекта большое будущее. Это замечательная примета времени, когда истинные понятия сочувствия, сострадания, красоты, добра, любви мы даем друг другу. И вы видите, какое замечательное фойе, какие удивительные театрализованные картинки, которые даже привычную атмосферу театра делают неожиданно, сказочной и какой-то очень светлой. Необычной по содержанию оказалась и подготовленная концертная программа. На сцене, сменяя друг друга, появлялись лучшие творческие коллективы области, причем самых разных направлений. Кульминацией вечера стало выступление всемирно известной оперной певицы Любови Казарновской. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Под звуки бессмертного гимна «Любви и добра» в исполнении Брянского городского академического хора собравшиеся отправились в фойе театра, где прошел благотворительный аукцион. В своем приветственном слове губернатор области Александр Богомас еще раз подчеркнул, что для благотворительности нет подходящих и неподходящих обстоятельств. Творить добро может и должен каждый из нас. ПЕСНЯ ПЕСНЯ С первых минут аукциона в «Золоте» развернулась нешуточная борьба. Работы брянских художников и мастеров уходили за несколько десятков тысяч рублей. Причем организаторы предлагали победителям лично решить, на какие цели будут направлены средства. ПЕСНЯ Впечатляет и берет за сердце побольше таких вечеров. Сейчас в наше время действительно надо помогать детям, детям-инвалидам, обездольным, которые нуждаются в нашем тепле, заботе. Поэтому дай Бог, чтобы проводилось. ПЕСНЯ 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 Своебразный рекорд вечера установил известный брянский предприниматель Алексей Филин. Компакт-диск Любови Казарновской с автографом оперной «Дивы» обошелся ему в 200 тысяч рублей. К слову, спустя сутки Алексей Филин перечислил более полутора миллионов рублей на лечение тяжело больных детей. Дмитрий Кузнецов, Владимир Сидоров. События. Брянск. Продолжение следует...